Харьковская Ваш вызов. Мы ее создали, вы ее воспитываете. Лацканчик, пуговичку, встряхнули, часики, галстучек, челочку, пальчик. Пошли! К вас сегодня мы приехали вчера, Чтоб у вас вчера не так, как было здесь. Если мы вас тут не так, как вы там нас, Значит, будет лето. Ну, а летом там у вас не так, как здесь. Нет, у вас ни пить, ни есть, ни встать, ни сесть. Значит, будем рады нам. КПН игра опасна и трудна, И на первый взгляд как будто не нужна. Если кто-то, ну, хоть рад и всех из вас, Скажет это громко. Значит, бросим мы ему прямо сейчас, Вместо вызова перчатку между глаз. Очень больно. Солнце ночи не взошло, а мы все здесь. Будем в окна песни весело смотреть. Ну, а если вы нам снигерцы вам Марс, Завтра будет рано. Послезавтра пара, патноски, гармонь, Само звал перчатки, ветер, пылесок. Это был наш вызов. Это был наш вызов. Открытие сезона игр 94-95 года Лиги КВН вузов города Харькова посвящается. Торжественное выбрасывание перчатки. Налево. Налево. Играет музыка. Спасибо вам большое. Я на самом деле еще ничего хорошего не сделал, но вы же так аплодируете. Ну, что можно сказать про Харьковский КВН? Вы понимаете, ну это действительно необыкновенно приятно, что даже такие гении, как команда Харьковского авиационного института, не оставила после себя в городе пустыню. И то, что разом 12 команд вышли на эту сцену, я уже не говорю о том, что вот и Харьковский политехнический институт в этом году довольно здорово выступил в первой лиге. Я только хочу сказать, вас сейчас очень много. То есть количество есть. В итоге хотелось бы, чтобы все это постепенно перешло в качество. И тогда, наверное, марка Харьковского КВН постоянно будет не только в Харькове, где и вроде как деваться уже некуда, понимаете? Потому что жизнь достаточно смешна, все происходит. Вот. Но, наверное, будет и на телевидении, наверное, будет и в высшей лиге, потому что у вас для этого действительно все есть. Как я говорил, и жизнь достаточно у вас смешна. Вот. И у вас есть там отцы или старшие братья и деды, вот, которые здесь представлены в жюри. Вот. Так что давайте теперь играть. Можно? Следующий деда. КОНЕЦ Осень в ноябре, на дворе хире, в небе журобы, рядом хопы, все прилично, а мы как обычно. В некостором царстве или государстве рокеры гуляют и пижоны поправляют свой киски. Сегодня в КВН играют, сегодня лигу открывают, команда в белом просим звать ее. КОНЕЦ 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 Ангина, ясно. Поздравляем. Выключай. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были белые люди. Стоп, а почему белые? Да потому что мы в хаи. Ну тогда нам должны были выдать белые пиджаки. Бэд, бэд, бой, камон ми, камон ми. А до белых пиджаков, юноша, вы еще не доросли. Ие, ага, ие, ага, ага, тогда хотя бы белые брюки. Спасибо, хоть не белые тапочки. Кстати, где моя белая шапочка? А она у вас на голове. Отлично, дальше ее и сам найду. Не, ну как мы работаем, а? Сцена кабинет, ты дверь скрипи, ты телефон звони, ты медсестра разговаривай по телефону. Ты главрач ругайся, ты лекарства, инструмент. А, тебя вообще нет. За очередь бурлит, волнуется, я прихожу, говорю, господа больные, я ухожу в опус. До свидания, Иванов, до свидания, Петров. А вы, Сидоров, прощайте. Это Владик Андруцов, а это его старший брат Татька. Халявщик ты, Владико, халявщик. Я не халявщик, брат, я партнер, брат. Я сегодня купил акции на 100 долларов, а завтра получил на них 200 долларов. Это правда, брат. А вот и неправда. Ау, МММ. После этого заявления я бы посоветовал жюри. Увестный в нашем случае советовать жюри. Все равно, что Сникерс в присутствии Добровольского. Друзья, сообщаю, сегодня здесь КВН на троих. А мы в курсе. Какой нынче курс? Записывайте, сегодня на КВН ХАИ курс два к одному. Два инженера к одному доктору. Стоп, а кто же третий? А кто второй вас не интересует? Ну, со вторым мы уже разобрались. Раз есть белые, то должны быть и красные. Это в смысле рубашек? Нет, это в смысле замашек. Они опять хотят нас разбить. Мальчики не в ссорке. Скажите, о соперниках лучше что-нибудь хорошее. Я знаю сказку о ХПИ. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два брата. Один из них умный, а другой дурак. Один из них поступил в институт и стал инженером. А другой никуда не поступил, но стал миллионером. Вопрос. Кто из них умный? Так, придумайте мне слово на букву Х. Иванов. Хочу. Хорошо, Петров. Хворточка. Замечательно, Сидоров. Сидоров! Юре, старое слово на букву Х. Ребята, можно по существу? Раз-ка-вэн на троих, что будем пить? Я уже тару приготовил. Такой не, Дима, вы не на работе. Нет, я хочу как в сказке. И мы там были, мёд, пиво пили. Коллеги, так скажите тост. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были люди, которые болели. И был доктор, который всех лечил. И трудно было доктору. Но так и жил там один еврей, так он сказал, что всё проходит. И перестали люди болеть. И стало доктору нечего делать. Так пусть мы будем безработными. За здоровье! Кто прав, кто не прав, в основном решит игра. Но раз в кармане пустота, нам нечего делить. Удачный прикол, старый добрый рок-н-ролл. Бутилка, пиво и друзья. Вот так выжить и жить. Зал переполнить, да нельзя. Сегодня ждут. Без нетерпением этой встречи. Хоп, эй, ла-ла-лей, начинаем КВН. Хоп, эй, ла-ла-лей, только для чего? Хоп, эй, ла-ла-лей, чтоб не осталось в стороне. Хоп, эй, ла-ла-лей, просто никого. В телевизоре жарит лучших всех кире. Отца берет и разберет компьютер хабы. Но если беда, вас мы вылечим, всегда разрежем, Ставим и зашьем, лишь набери 0-3. Встретят собаки нас, друзья. А за здоровье мы выпьем, как всегда, в корове. Хоп, эй, ла-ла-лей, начинаем КВН. Хоп, эй, ла-ла-лей, только для чего? Хоп, эй, ла-ла-лей, чтоб не осталось в стороне. Хоп, эй, ла-ла-лей, просто никого. Хоп, эй, ла-ла-лей. Свет, мой зеркальце, скажи, правда ли, что Пушкин был дальтоник? Свет, мой зеркальце, скажи, правда ли, что Пушкин был дальтоник? Правда. Поэтому его и не печатали в цветных журналах. Спасибо. Так, есть версия у команды Политехнического института. Свет, мой зеркальце, скажи, правда ли, что Пушкин был дальтоник? Не знаем, но Донтес точно был не окулист. Спасибо. И теперь своя версия. Свет, мой зеркальце, скажи, правда ли, что Пушкин был дальтоник? Правда. У него хоть весна, хоть лето, у Лукоморья дуб зеленый. Команда университета радиоэлектроники задает вопрос команде ХПИ. Правда ли, что когда украинская делегация приехала в Канаду, ей ничего не дали? Третий вопрос. Правда ли, что когда украинская делегация приехала в Канаду, ей ничего не дали? Но если нет у нас медали, значит нам ее не дали. Есть вариант у медиков. Правда ли, что когда украинская делегация приехала в Канаду, ей ничего не дали? Нет, не правда. Ей дали кленовый листок, чтобы прикрыть свою ноготу. И свой вариант ответа. Правда ли, что когда украинская делегация проехала в Канаду, ей ничего не дали? Неправда. Дали. Ну такое надкушенное. Ясно. Команда Политехнического института задает вопрос Медицинскому университету. В свет мой зеркальце, скажи, что же все-таки делал царь-салтан подать забора? Вопрос. Они искали друг друга, да? Свет мой зеркальце, скажи, что же все-таки делал царь-салтан подать забора? Царь-салтан подать забора ждал лишь дядьку Чернобора. Есть версия у института радиоэлектроники. Скажи, правда ли, что граб Суворов опять ничего не ест? АПЛОДИСМЕНТЫ Первыми право ответа ухопы напоминают. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, повторите вопрос. Свет мой зеркальце, скажи, правда ли, что граб Суворов опять ничего не ест? Просто у Екатерины опять не было кучмы рецептов. Версия института радиоэлектроники. Свет мой зеркальце, скажи, правда ли, что граб Суворов опять ничего не ест? Нет, неправда, он ест мало, ведь желудок у него меньше напёрстка. И теперь свой ответ. Свет мой зеркальце, скажи, правда ли, что граб Суворов опять ничего не ест? Нет, неправда, одной звезды мало, даёшь пять. Всемирная история, Леонид Ильич Брежнев. Пожалуйста, команда ХПИ задаёт свой вопрос команде университета радиоэлектроники. Свет мой зеркальце, скажи, какой болезнью болел автор строк? Мне купили синий-синий-пределённый красный шар. Университет радиоэлектроники, первое право ответа. Свет мой зеркальце, скажи, какой болезнью болел автор строк? Мне купили синий-синий-пределённый красный шар. Я не знаю, теперь версия профессионалов в этой области. Свет мой зеркальце, скажи, какой болезнью болел автор строк? Мне купили синий-синий-пределённый красный шар. Судя по пятистопному ямбу, это был все тот же дальтоник Пушкин. И своя версия. Свет мой зеркальце, скажи, какой болезнью болел автор строк? Мне купили синий-синий, при зеленый красный шар. Да той же самой болезни, что и художник Малевич, который для написания черного квадрата пригласил... Что делают тараканы на металлургическом заводе? Черные варят черный металл, цветные цветной. КОНЕЦ Всем привет и добро пожаловать на радио «33 богатыря». Сегодня с вами Алеша Попович и Добрыня Никитич. Наша сегодняшняя тема откровенно остыдна. Так, наш следующий исполнитель, всеми известный дух пещеры Сим-Сим. По таланту он почти что баре Алибасов, как говорится, каждый баре по баре. Минздравы, как обычно, правы, курение в сути не невинно. А лошади не для забавы, на них не капай никотином. Итак, Сим-Сим откройся, Сим-Сим раздайся, Да ты не бойся, Мы не кусайся. Письма, письма часто в Стамбул я пишу. Снова, снова я беломором дышу. Где же, где же ты, мой турецкий собрат? Кемел, я тебе был бы рад. Где ты, моя одна горбая? Где на верблюде, где-где, на верблюде? В юрте, где живет Арафат? Шлю я, шлю я им караваны, ракет. Только мне в ответ и сам горы берет. Значит, значит, надо иметь им в виду, Буду я курить череду. Весел я лично у нас на пруду, Курят ребята о ту череду. Курять аж противно во рту. Старый я курок в карман покладу, У верблюду нет ни капли стыду. А-й-ю, а-й-ю-ду-ю-ду-ду. Весьма проблематичная женская тема. Существуют такие серии Анжелика и Король, Анжелика и Султан, Анжелика и Варум. Музыка и слова Папина Сибиряка. Если в песне нет смысла, значит эта песня шлягер. Если в строчке нет рифмы, значит эта строчка прозы. Песня из бродвейского мюзиклера. Писатели правы, политики левы, а снежные бабы не все королевы. Пой, Светик, не стыдись. Песня из бродвейского мюзиклера. 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 Песня из бродвей suisкулера. Следующая песня это несомненный лидер хит-парадов. Как говорится, девочка ждет, мальчик не идет плохо. Приблизительно об этом песня из телесериала Кобзон, приемы шаль-капоны. У микрофона мой Дадыр, у рояля твой Дадыр. Спой, Светик, не стыдись. 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 Во дворце, по улице гвардейцев, кардинальцев. По избежанию потерь, Золушкам приходить в кроссовках. Среди почетных гостей. Лапочка и душечка двора. Смутьян и дуэлянк, Александр Сергеевич Пушкин, Россия. Кавалер ордена куртуазных манеристов, гурман, грантье и кутюгье, шар-бюро, Франция. Большие ценители. Горилла финского эпоса, равно как и всех зимних видов спорта Ганс и Дрозы. Пардон, Ганс и Христиан Андерсон в двух ипостафе. Ух! 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 От тихоньку наша сказка начинается, Мы расскажем, в чём мы тебе заключается. Жили сказочники, были и задумать порешили, Кто из них великим, там он называется. Жили сказочники, были и задумать порешили, Кто из них великим, там он называется. Вы же дальше, быстрее, меньше, больше, сильнее А вы зачем? А мы зачем, чтоб веселее стало Все мы не ушли, а не издало нас совсем А вы зачем? А мы зачем, чтоб веселее стало Все мы не ушли, а не издало нас совсем Раз словечка, два словечка, будет праздночка Раз сосечка, два осечка, неувязочка Раз явление, два явления, получаются творенье Раз творенье, два творенье, будет сказочка Раз явление, два явления, получаются творенье Раз творенье, два творенье, будет сказочка Вы же дальше, быстрее, меньше, больше, сильнее А мы, врачок, а мы нечем, мы поцелуем горячо И дверься клюнем через левое плечо А вы, врачок, а мы нечем, мы поцелуем горячо Казачок! И кем же? Голубем же! А вы-то, батенька, какую вчера мерзость написали! О мертвой царевне и семи богатырях! Стыдитесь! Бывал я у вас в Дании, природа богатейшая, особенно реки ваши люблю, пресноводные! И какие же у нас в Дании пресноводные реки? Ну, Донец-Северский, к примеру! Пью челом, господа хорошие! Вы кто милейший будете? Алексей Максимович, горький! И что написали? Сладенький! Ну, как? Песнь о соколе, песнь о буревестнике! А вам не сюда тусовка поэтов-песенников этажом выше! Фигура вторая! Хаус! Танцуют усе! Чу! А вы слышите, Шарль, как поют форейли? Вы сумасшедший христиан! Форейли? Ночью? Казачная пресса, господа! Новости от Симона Семеновича! Так, мне подороже! Нам пооскровенней! Мне самую дешевую! Вот объявление! Даю рецепт фаршированной щуки для русской печи Емелья! Около станции метро потерялся щенок сказочного бультерьера! Родсика, нашедший, выражаем свои соболезнования! Странная газетенка, ни одной рекламы! Реклама вам нужна? Пожалуйста! Ну вот я и в Каин! Ну вот я и в Каин! Завтра я пришлю! Может чаю? Кофейку? Шампанье! И короче! Ушицы с растягачьей канапсу! Жену красавица! Деньжат под занятия! Всего и побольше! И можно без акций! Хороший парень! Отличная компания! А зовут меня Миша! Хотите каламбуром порадую? Ну читайте, читайте! Муза психоза, дикая роза! Поделитесь идейкой! Гэр Ганс! Вы ведь новатор тот еще! Да вот пишу поэму! Товарищу Лили Хаммеру, Олимпиаде и Человеку! Соратники! Я строчку придумал! Да читайте, читайте! А ты такой холодный, как айсберг в океане! А я такой нежданный, как Ленин в октябье! Замечательно! А шо же это вы, Шарля Сдаурович, все помалкиваете? Да вот, ротопись сударя потерял! И как называется? Что-то такое авангардистское! То ли кот в сапогах, то ли конь в пальто! Вы кто? Я Мэри Поппинс! Мэри Поппинс, до свидания! Давно хотел вас спросить, вам это ближе, какая разница между латышским и эстонским языками? Ну что вы, огромное! Например, Илья Муравец на эстонском звучит, как славный рыцарь Люменин Кайнен! А на латышском это будет считать, как доблестный рыцарь Орловского! Да, 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 да! locking разница, как славный рыцарь Пермятấy? А на латышском языке Орловском! Хочу быть подходит! Бьющий лом, господа хорошие Максимыч, выше Бьющий лом, господа хорошие Фигура третья Избирательная И кто же из вас, господа, самый лучший? Ну вот, начинается, который раз собираемся, а толку? Предлагаю дуэль, господа, завтра, господа, утром, господа, всем, господа! Молчите, пьё, ваша девичья фамилия случайно Дидонтес? Нет, Дидонтес Деляфермы, по-матушке Меньше эмоций, господа Дело арифметическое, из четырех избрать одного Или хотя бы двух, почему бы нет? Вели кто-то, у кого страна по боли, популярность, знаете ли, все такое Вот у вас характер таки болдинский Хотя бы перед датчанами не позорились Их страна карти как родимое пятнышко на лбу А ваша как слон в посудной лавке Ладно уж, не ссорьтесь Давайте лучше вызовем народ Народ к пренею Люди, пиплз! Люди, пиплз! Вы звали батюшки? Да, милые, кто из нас самый великий будет? А тут у кого сказка сама лучшая Да, но самую лучшую я еще не написал А я только собираюсь И мы Ну конечно, лучшая сказка еще не написана Так давайте напишем ее вместе А тема Жизнь А герои Мы с вами Так действительно, давайте вместе напишем сказку Но обязательно со счастливым концом Фигура четвертая Финальная Мечтательная Вечер наш Берите в руки карандаш Напишем вместе этот труд Слово за тобой Ведь ты герой И он герой Нас чудеса, поверьте, ждут Сказка это ложь Но посмотрите, как хорош И силен любой ее финал Лягушка стала на престол И самобракой полон стол Дурак значительно умней Убиткащей Все вместе Весела вопят И волк, и семера козля Дают полцарства за коня Средь бела дня Дождь, дыра И дождик льет, как из ветра Идет холодная зима Доллар так высок И политический намек Что опустили за крома Завтра нужно встать И изумительно сыграть То, что написали для себя И будет солнечный народ Сима подарит Новый год Отменят цены на совсем Так лучше всем И будет Харьков, как Париж Гулянье будет выше крыш Оденет зайцев всех людей Так веселей Мир будет счастлив и здоров И к нам приедет масляков Все прибегут на КВН И нет Я думаю, каждый Пять, шесть Пять, шесть Пять, шесть Пять, шесть Это твоя команда Пять, шесть Слава Зайцеву покажет вам свою новую коллекцию Итак, что же будет модно в девяносто пятом году? Первая тройка, секция оправ Чем ловить окорочки и подбери себе очки? В моде фруктовые цвета И поэтому мы сменили свои белые одежды на зимнюю вишню А в прозе у нас лидирует новаторство Например, роман Цадко о детстве, юности Маркиза де Сада А вот в поэзии фаворит все тот же белый стих Ну-ка, побелите-ка Редкая селинка долетит до середины Копра Кстати, самолет в рее идиотов все-таки долетел до середины Днепра Теперь задача конструктора, чтобы он все-таки долетел же до другого берега А нам прислаться, ну очень приятно, что сегодня в нашем зале присутствует доблестная милиция Ручишь никого, видя, господа начальники А у нас следующая тройка Секция главных уборов Если ты хорош с лица, носи капор и с песца носится с честью По порядку рассчитайся Ноль-ноль Понятно Ноль-один Я Ноль-два Я Ноль-три Ты Ноль-четыре Не поняла, где ноль-четыре? Да, где же служба газа? Ее отменили за ненадобностью Вместе со службой света, службой нефти и службой русского языка Везет пожарничкам А нас народ по-прежнему путает Почему-то после встречи с милиционером всегда говорят, чтоб ты был здоров А нам, докторам, заявляют, что ж вам, доктор, не сидится А вот я не могу понять, почему наша страна, как старый горбатый запорожец, не миновала ни одного опасного поворота А вы табличку не видели? За рулем-то, стажер Кругом А у нас новинка, секция черного юмора Да, будь я евреем, преклонник готов И то без униния и бреда Я русский бы выучил только за то Украинский только за это Высокая мода, господа, секция большого бизнеса По-прежнему актуален обмен Махнемся, не глядя, меняя цилю на мылю Очевидное невероятное Определяю по фотографии полбудущего мужа Страховая компания ФАКС с вами учредила новый полис от падения И застраховала американский доллар команду КВН внутренних дел Падение, падение, мимо и брат опять из школы двойку принес Ругали А что ругать? Двойка как двойка, а Самсунг тоже фирма Мировая сенсация Папа Римский, наконец-то побывав на Корсике, обрел себе маму И родился у них сынок Назвали они его Римский Корсак Слово спонсорам Хочется подарить Юлечке Игровую приставку к компьютеру Пусть чек расслабится А я пока в уме все посчитаю А у нас следующая четверка Папа Володе тромбон подарил Мальчик до слез Марселье залюбил Пел каждый день по четыре часа Так народилась в народе попса Секция верхнелегкой музыки Ах, господа, вы слышали новинку? Лада Дэнс сменила свой творческий псилдоним И теперь она выступает под именем Опен Рекорд Ай, я не такутен После столь нашумевшей песни Ты опять одна И никому не жена И никому не сестра Написал продолжение Я один как есть И никому не зять И никому не тесть А у нас новинка В ночном клубе Новое музыкальное шоу-программа Забытые мелодии Сняла решительно Пиджак наброшенный Стриптиз какой-то Мальчик мой Поет звезда Светлана Владимирская Мальчик мой Спорит с ней Борис Моисеев Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов? Я так мечтаю выйти замуж С Морозова Поет звезда Тань Овсиенко Бедный Павлик Сказал бы Гамлет В этой ситуации Это был наш анонс А вообще в этом году Модно шутить Всех поздравлять И играть в КВН Но мы же не поздравили вас С Новым Годом Дед Мороз А это наш Санта-Клаус Со своими Санта-Барбарами С Новым Годом Рождеством И Днем Советской Армии Приставили в анонсе Пам-пам-парам Все то, что будет можно Ша-ла-ла-ла Сомнения отростят Пам-пам-парам Носите что угодно Ша-ла-ла Не нравятся законы Путин нет И одевайте макси Или мини Не нравятся купоны Сейс-за нет Меня одеть на бакси Мне или мне Эй Здравствуй, милиция Смотри-ка, столкнулись где Кто там сидит С хмурыми лицами Может, ректор УВД Пух Сцена опасная Пасысь лишь ее песком Видно и так Не скалолазым И вотознем И упадем АПЛОДИСМЕНТЫ Д'Артаньян, как самый молодой, побежал за закуской, а мне пришлось всю бутылку одному. Вчера играл я трёх мушкетёров одновременно. Сегодня решил увеличить дозу. Играю одновременно волка и семерых козлят. Спасибо медицинскому университету. Свой вопрос задаёт команда университета внутренних дел. Я вчера играл в поле чудес. Кто в ответ? Пожалуйста, посмотрите вопрос. Я вчера играл в поле чудес. Вместо того, чтобы смотреть телевизор, вы бы лучше вчера к разминке готовились. Вчера селохнесское чудовище. Селохнесское чудовище. Всплыл в Лебедином озере. Во, думаю, чайки-то разжалели, а? Пожалуйста. Я вчера играл в прятки. И на жёлто-голубом я сама себя нашла с трудом. Театр музыкальной комедии представляет Муму, пессимистическую комедию. Либретто. Пастух Герасим ведёт своих парнокопытных утолить жажду. Рассуждая, какой пород его собака, он решил вопрос положительно и бросил вышеупомянутую в реку. Быки и стады Герасима, понимающие, что следующий путь, они облакивают кавказца Муму. На горизонте появляется звезда половодья Дед Мазай. Он большой путаник. Или путаник. Он берёт Герасима, и они удаляются гулять по воде. Гулять по воде. Гулять по воде вдвоём. Четвёртые сутки отнюдь не водолаз Муму борется с волнами в четыре лапы. Призадумалась скотина, щиплет травку не спеша. И корова, как Сабрина, да чего ж ты хороша. И козлят, как и барашек, всех веду на водобой. А вокруг лужок ромашек, он блокит на голубой. Щеновала Украина, щина, он спашина, да. Не похожа на грузина и на россиянина. И моя собака тоже, каберман, но не еврей. Я её в пучину брошу, в мире нет меня добрей. Муму не бойся, Муму спасайся. Как Моисей вывожу я зайцы. Согласно фракту, не зная броду. Средь пароходов, в нейтральных водах. Ай, дед Мазай, самурай, всех спасает и уплывает, как погуляет. Где ты была? Ты почему не приплыла к моему руку? Я так скучал, всю ночь помечал, и я тебя знал. И у ручья, и у реки тебя искали, рыбаки. Вчера нашли, опять никто, и во пусто. Второй акт. Отелла, английская народная комедия. Белый колдун и религиозный фанатик Отелла проводит время в кодировании алкоголиков и компьютеров. Атыстка Дездемона озабочена спортом, а на досуге раздает платки направо и особенно, я бы сказал, налево. Что ж, каждому по таланту. Как говорится, Джульеттой можешь ты не быть, а Дездемоной быть обязан. Мораль сей басни такова. В общем, однозначны и просты все слова в народном воде. Вы слыхали, как поют менты? Чтоб они так жуликов ловить. Я так молилась по ночам и в любом поча. Я все просила, не кричать, не кричать, не кричать. Я так любила, вопреки. Вокруг такие мужики, я им подарок дарю платки. Но я так учила, подержи, ты их не знал. Я так просила, подержи, не удержал. Я твой транзистор, ты мой шнур. Ты челенджер, я байконур. Ты крейсер мой, я потом. О, Боже, ты актер салом властны мне. О, Боже, ты чадну пила звон мне. О, Боже, о, где же раньше ты была? Судьба с тобой нам не дала. Не, не дала. О, Боже, о, Боже, о, Боже, ты мой. О, Боже, о, Боже, о, Боже, ты мой. О, Боже, о, Боже. Кто похудеет она, то наоборот. Снова страдает одна. Була на Вакольку танцует Кармен. Горит на пути на скал, он как дурин френ. Горит на пути на скал, он как дурин френ. Ура! Сегодня в нашем театре премьера. Гамлета все сошли с ума, кроме бедняжки Апелли. А я театральный, это как домовой, только гораздо интересней. А я главный режиссер. А я худрук. А я художник. А я администратор. А я привел их в это пятнадцатое чудо света. Где мы бываем каждый день. Мы работаем не со всеми. Мы работаем с каждым Александром Ильичем. Театр начинается с вешалки. А это наш буфет. А я сказал, я не буду рисовать этих двух евреев. Зачем вы так? Ну хорошо, Станиславский. Ну второе, ясно же написано. Немирович Данченко. Приветствую вас. А что это вы светитесь, как главная елка Москвы? Он же осветитель. У вас, Данку, какая проблема? Вам, дилетантам, легко говорить. А у меня работы непочатый край. Вот у вас, например, лицо такое, что одним софитом его сидеть невозможно. Скажите, Наташа Королёва случайно не ваша сестра? А что это вообще с лопатой? Вот смотрю, нет у вас оркестровой ямы, я и думаю. Копать или не копать? Может его в балет взять, а? Да у вас этого балету прима. Балерина. Ватра. Балерина. Винстон тоже балерина. А не вмешивайтесь в творчество, Макаревич. Макаревич вкусненький вы наш. А вы за те деньги, которые мы вам платим, можно было Дали пригласить. Что вы нарисовали в афише? А то, что просили, то и нарисовали. Я-то просил премьера. А это премьер СВ? Но вы нашего премьер-министра Звягильского помните? Так он того СВ. Балерина. Бога ради, как вы рисуете, а? Вы когда-нибудь любили? Да, любил, но рисовать при этом не обязательно. Атрибутика. О, привет, Суплёров. Атрибутика. И ты туда же. Им всем не нравится наша атрибутика. Атрибутика. Вот вы всё на меня нападаете, да? А хор-то наш слыхали? Это же не хор. Это же армия укупников. Комбинация, посадим, с ними просто хэви-метал. Не свяжо вас тут как-то, а? В то время, как ельциностры россияне работают, мы погрязаем в безделье. Кучмея, товарищи, кучмея. О, уборщица, наконец-то. Ирина Олегровна, уберите это, а? Может, вас установить, ашот? Ишь, какие? Какие? Какие груди в Голливуде? Какие хрипы при простуде? Какой сапонец без меча? Какой застой без меча? Какая свадьба без баяна? Какой парад без реликана? Как пятьдесят на пятьдесят? Какой буфет, какой театр? Какой буфет, такой театр. А это наши критики. Господин Идиотский и господин Аналогичный. Нет. Ну, вы посмотрите, на кого вы похожи. Что вы пишете? Как вы выглядите? У вас нет никакого творческого роста. Да у вас, в принципе, вообще ничего нет. Да, я ничтожество. Я полный деградат. Но как я смотрюсь на вашем фоне, а? Ну, хорошо. Перевоплотитесь. Перевоплощаюсь. Я поэт, зовусь приветик. От меня вам bald били. Спасибо, коллега. Батюшки, режиссер с администратором. А я говорю, пиковая дама у Пушкина. А я говорю, трефовый тузы меня. Ребята, не ссорьтесь. Я сейчас вам принесу мороженое с орешками. А мне казалось, что только что я уже ел мороженое с орешками. Нет, милый. Это было картофельное пюре с мясом. Вы вообще никто. Вы даже не можете обеспечить наш театр постоянным Ленским. А я не виноват, что после вашей режиссуры он в первом действии стреляется сам и убивает Онегина, чтобы не мучился. Не смейте, я великий режиссер. И актер от бога у самого Кончаловского в курочке рябе играл. Надеюсь, не золотое яичко, а? О, а это опять наши критики. Споем, споем все друзья. Я ему все написал. Может, ты такой дурачок? Он мне глупости сказал. Ну, это естественно. Все артисты таковы. Да, да. Но мы любим их, увы. А что же вы не подаете в свое фирменное блюдо? А зачем портить такой хороший вечер? Слышишь, милый, здесь все от меня зависит, понял? У вас салфетки есть? Есть у бармена. Сидит милка на диване, не меняя позы. Целый год она в нирване после дикой розы. Мария, 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 Гонна, Бейджа, Мария. А вам мешать? Да. А вот и корреспондент Симона. Скажите что-нибудь по этому поводу, а? Люби Харков или убрайся вон. К нам едет ревизор. Воды, воды, бухгалтера. Глупые, это же я роль репетирую. Что это было? Это последний звонок. Как? Актеров-то нет. Так, быстро делим роли. Вы Гамлет, вы Горанца, вы мать Гамлета. Вы тянется, вас почти нет. Господа, поздравляю вас. Полный аншлаг. Как аншлаг? Почему аншлаг? Почему аншлаг? Как вся страна, один огромный зал. И звонок последний разлучал. Наверху снигают те же роли. Я в смартфонах карты не играл. Нет актеров первых и вторых. То я, тот, кто совсем затих. Не беда, ведь сегодня сможет каждый Быть или не быть, решать за них. Начался показ, зажгите свечи. Господь, аншлаг, улыбки, слезы на глазах. Этот вечер всех излечит, после, после, а дела. Скорей на сцену! Скорей на сцену! Скорей на сцену! Скорей на сцену! Не хватает нам духовной пищи. Нет духовной кожи, все дороже денег нет. Пусть из тысячи всякие нищие, Вечно голоден твоя. И это ценят. Забросайте новыми цветами, Повторяйте, браво, вы курьеры наших дней. Вы не в грамме, слейте с нами, Будьте просто веселей. На этой сцене! 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 Свет! Звук! Мотор! Пошла готовка! Убийство, грабежи и дым Четвёртый год даёт им фильм Боевик! Он и она, любовный круг В постельной сцене Минкерур Он привык! И кто на выборы пойдёт Когда там Роза Рикарда ждёт Ты составляющий говно Кино, вино и домино Кино, кинопроба! Завтра, чтобы взять на Москара Где ж Антониони? Он бы понял, это мастера Пора! И пусть труди игра Точно подождут больные кадры доктора Хочу сниматься в кино, но меня никто не снимает Неудивительно! Рождённый ползать, сойдите со взлётной полосы Оу! А вы тоже на кинопробу? Да, вот пришли попробовать себе на главную роль А я смотрю, над вами неплохо гримеры поработали Это не гримеры, это наследственность Ну, покажите что-нибудь! Что за фильм? Подвиг Челюскинцев А вот я мечтаю снять боевик, но обязательно на местном материале Называться он будет Тимур и его команда Ну, вы представляете, сколько нужно денег для этого фильма? Где их взять? А что вы волнуетесь? Дадим пару рекламных объявлений и деньги найдутся Найдена барсетка с фотографией жены Просьба забрать, особенно фотографию, очень боятся дети Для выезда на ПМЖ ищу состоятельных М или Ж Потерялась дочь, приметы, носик длинненький, волосики крашеные, голос, а впрочем писать до востребования господину Арбакайте Делаю долги, ломаю, кручу, жуличу, правительство Магазин Арсенал сообщает о новом поступлении партии настоящих мужчин Для настоящих мужчин АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот и всё! Сниму, сниму, сниму! Хоть бы один написал одену, а! Ну вот, хочу снять фильм «Трудный ребёнок два с половиной» Так уже ж есть этот фильм! Какой? Сидоров! 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 А! 1 апреля! Время! Целизерсил! АПЛОДИСМЕНТЫ Всё это ерунда! Вот я мечтаю сняться в музыкальном фильме Представляете, всё та же Франция Всё те же лошади А на них три богатыря! Атос, Партос, Арамис и Тартаньянчик Гурачок за ними пешим в порядке! Ну что пора? Пора! Пора-пора-пора Шутистал, выпрыгнул отряд От места назначения Их понесло на зад Пока-пока, показывая пальцами на это Народ кричал, весна врачи летят Так, достаточно, нужно пробовать что-нибудь кассовое Предлагаю грабить банк Да ну, а с людям нужны зрелища, как говорится, не хлебом единым Ой, ну попробуйте же меня на кинопробе Мне подходит А я вот хочу сниматься в роли Шварценеггера Хожу по дому, перевоплощаюсь И как? Получается? Получается, только вот родители не признаются или говорят Стаська, Стаська, не нормальные какие! А Сильвестру Сталлоне за фильм «Первая кровь» присвоили звание почетного донора Голливуда Да, шо не говори, а Харьков есть столица большого кино Угу, тогда Киев это столица большого цирка Угу А вот и наша слабая половина человечества Может на эротику замахнемся? Кстати, мадам, вы выглядите как дорогая пута Ну, вообще-то я врач, но спасибо за комплимент АПЛОДИСМЕНТ АПЛОДИСМЕНТ Скажите свое веское слово! Не верю! Почему? Потому что 1 апреля никому не верят Вот именно комедию надо снимать комедию Да, что-то типа игры Финальной День смеха Точно Цвет, звук, мотор Пошла готовка! В субботний вечер около пяти Мы отсюда сможем весело уйти Может победим, тогда нам не уснуть Или проиграем, но не на этом суд Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прядут окно поздний вечер Титры Глубокое молчание Спасибо, а теперь собственная версия, пожалуйста Три девицы прядут окно поздний вечер Трюэкспрессия меняет профессию Решетка За решеткой рыдает от счастья девушка в короткой юбке Плакала девочка в автомате и доплакалась Спасибо, а теперь Фа Ван Дамо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это можно понимать как ответ или что-то еще? Именно это я имел в виду. В кадре два ван-дамма. А я люблю военных. Красивых, здоровенных. Ребята, можно не уходить? Останьтесь, пожалуйста. В кадре два ван-дамма. Найдите 11 различий в картинках. Тут дорожка звуковая. Не страшна стать вам, пешка любая. Здравствуйте, дорогие. Итак, мы вас приветствуем на ежегодной презентации премии «Галлюцинация года» за лучшую звуковую дорожку фильмов всех номинаций. В номинации документального кино премия вручается картине «Винни-Пух, сын Учкудуков». Из трилогии «Последний из Учкудуков». Режиссер Никита Розовый «Фламинго». Композитор Антон «Дитя заката». В кинотеатре Славбожанский Зал пустее и пустей Популярный комистран Тезка пива у людей Позная на уэграна И я смотрю немало лет На мордашку Харатьяна Альбачина, Аленед И, конечно, Терминатор Посмотрел я без труда Раз десятый А сегодня он играл, как никогда Крыши университета Помогаю и лечу разгоняюсь И точно Бэтмен над Газпромом Полечу Где-то за бугром Там теперь мой дом 232 метра Стадо с веслом, песни за столом Девочки в одних гетрах Одна была, как она ждала Пьела, как она вискос Шапочка-букон, сверху капюшон Страшно подойти близко Долго вспоминал я ее Оскал 25 суббот Деда И я ее зимой как-то потерял Вспомнил место до лета Как она ждала, как она звала Как она вела пейсы Клечиками льдом Клечиками льдом Яман белоклой Эльсон В номинации эротических фильмов Приз провокация года Вручается картине Тот самый Пентхаузен Режиссер Савелий Рогатый Композитор Сергей Наставевший Вокруг пока еще не лето Слезли люди, только слышь А ты разута и раздета Перед камерой стоишь Но я скажу тебе при встрече Хоть и нет тебе стыда А пупачку на тело Ты надела в холода Вот как бывает Когда апрель Стоит в бубайке Эммануэль Красавец видел я немало И в журналах и в кино И как во школах проморгала Ну где же было коронок Но я скажу вам по секрету Все же приятнее для людей Вместо дикой-дикой розы И детики и архивей Вот как бывает Когда апрель стоит в бубайке Эммануэль А сейчас гость презентации Не похожий на меня Не похожий на тебя Просто так-то Вот живи Алис А А Ну Из нашего города Из нашего города Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok